Наши законы, они от нашей реальности регулярно отстают. Люди в России считают, что вот этих вакантных мест-то у нас нет. То есть просто освободится место у корыта. Но ведь должно что-то меняться. Нигде нет сменяемости власти. Везде сидят короли. Добрый день, дорогие наши подписчики. Сегодня я, Алексей Петропольский, и поможет мне Глеб Подъяблонский, обсудим такую тему, как обнуление президентских сроков и внесение изменений в Конституцию. Глеб, ну 2020 год просто пестрит на какие-то события. У нас и обвал нефти, вместе с ней рубля, фондовых рынков, убийственный вирус непонятного происхождения. И, собственно говоря, мы вот-вот проснемся в новой России. Остаются считанные дни до момента голосования. Мы будем все с вами отвечать на простой вопрос. Вопрос, нужны ли нам поправки в Конституцию. Никто уже не задает вопросов, какие поправки. Потому что об этом у нас есть отдельное видео. Ссылочка будет в описании и, возможно, появится вот здесь. Давайте обсудим сейчас самое главное, что волнует всех, без исключения граждан Российской Федерации. Это законно ли обнуление президентских сроков в случае принятия гражданами внесения изменений в Конституцию. Потому что Конституционный суд, к которому обратился наш действующий президент, постановил, что законно и в случае, если народ проголосует, то, собственно говоря, у нас будет возможность лицезреть нашего лидера до почти 2036 года. Ну, относительно законности, тут, как говорится, два важных момента. Во-первых, то, что мы будем голосовать, не является юридически референдумом. То есть, это не как раз высшее проявление воли народа. Это просто народ спрашивает его мнение. То есть, формально вообще, если даже народ проголосует против, то, в общем-то, могут все равно принять. Потому что это не референдум. Это некое всенародное голосование. Хотя, по сути, оно от референдума ничем не отличается. Но юридически все-таки отличие есть. Относительно законности, ну, у нас высшим органом, как раз, является тот самый Конституционный суд. Поэтому, с точки зрения нашей правовой системы, если он сказал, что законно, значит, законно. Но при этом, в этих же поправках в Конституцию президента дают ему полномочия и возможности снимать кого? Конституционных судей. Следовательно, у нас получается некая такая двухходовочка. Когда у судей есть возможность оказаться быть уволенными после проведения такого всенародного голосования, и, скорее всего, голосование примет поправки в Конституцию, и в случае, если обнуление бы не совершилось, ну, у судей может такое вкрасться некое подозрение, что их могут уволить вдруг. Ну, тут, как сказать, палка о двух концах. Ну, давайте рассуждать так здраво. Во-первых, изменение в Конституцию – это вообще нормально. Все мы смотрим американское кино, и там регулярно поправка в Конституцию такая-то. Согласно такой-то поправке в Конституцию. То есть, Конституция – это точно такой же закон. Нам ли с вами не знать, что, в общем-то, почти любой закон в нашей стране регулярно меняется, изменяется, адаптируется, дополняется. Это абсолютно нормально, потому что жизнь развивается. В 21 веке она течет очень быстро. Более того, я неоднократно это говорил. Наши законы, они от нашей реальности регулярно отстают. Поэтому то, что, извините, за 30 лет основополагающий закон нашей страны ни разу не менялся, это скорее минус, чем плюс. Поэтому то, что его меняют, это, в принципе, нормально. Почему такое возмущение? Я могу понять, почему люди так возмущены. Потому что все очень надеются, что они пролезут выше, чем они сидят сейчас. Не потому что они приложили к этому какие-то серьезные усилия, решили какие-то глобальные проблемы, стали хорошими управленцами, стали хорошими профессионалами. А просто потому что места, которые занимают другие люди, освободятся просто потому, что у них истекли сроки. Они поднимутся и уйдут. И, соответственно, придется на это место сажать кого-то. И посадят их, молодых, горлопанистых, которые привыкли не управлять что-то, а на площадях кричать, и на почве, на ниве вот этого хайпа, дутой популярности, лайков в Инстаграме, медийности. Они пролезут на некие должности более высокие, чем сейчас. То есть просто освободиться вместо укорыта государственного. Глеб Валентинович, ну а как же принцип сменяемости власти? Вот у нас Конституционный суд, он говорит, что это же будет воля народа. И всю свою позицию, собственно говоря, выстраивает на том, что это воля народа. И даже если выборы и будут через 4 года, то эти выборы будут всенародным голосованием, где каждый конкурентоспособный гражданин сможет подать свою вакансию на должность президента Российской Федерации. Вот получается так, что многие люди в России считают, что вот этих вакантных мест-то у нас нету. Либо преемника должны подготовить, а как таковой оппозиции и возможности продвинуться в нынешней политической системе нету. И сейчас вообще в целом принцип сменяемости полностью этим всенародным голосованием задавит. Вот аргументируйте, но ведь должно что-то меняться. Ну, во-первых, я могу сказать. Давайте посмотрим на экономические модели разных стран. Вот возьмем Европу и Скандинавию, самый успешный континент. Какие самые стабильные, экономически благополучные, спокойные страны? Англия, Норвегия, Дания, Швеция. Вы не поверите, нигде нет сменяемости власти. Везде сидят короли. До сих пор. Давайте возьмем арабские страны. Казалось бы, образец для подражания. У нас так любят. Так там вообще монархия. Как шейхи сидели, так и сидят. То есть сменяемость власти это просто некий фетиш и карго-культ. На основании того, что как вот аборигены считали, что блох еды и плодородие 5 букв это вертолет. И строили из соломы самолеты. Что они думали, что если они самолеты из соломы построят, то значит у них тут же консервы из него выпадать начнут. Так и у нас думают. Вот Америка самая сильная, самая богатая, самая успешная. И у них сменяемость власти есть. Как только мы, значит, введем из себя сменяемость власти, и у нас потекут молочные реки с кисельными берегами. Ну, что за бред. Поэтому я в принципе не считаю, что сменяемость власти сама по себе это что-то хорошее. Относительно свободной конкуренции. Но я не вижу, чтобы у нас по стране ездили автозаки с черными воронками и всех политических конкурентов устраняют. Ну, давайте называть вещи своими именами. А кто у нас есть на политическом, что называется, небосклоне реальный управленец, кто может составить конкуренцию. Там при том же Ельцине, но там были какие-то варианты. А сейчас, ну, у нас, по-моему, Вадим Вадимович даже на предвыборные дебаты не ходит. Потому что я вот смотрю, извините, эти предвыборные дебаты. И не понимаю, я юмористическое шоу смотрю. Или на людей, которые претендуют на то, чтобы управлять нашей страной. Ну, Глеб Валентинович, давайте все-таки спросим у нашей аудитории самый главный вопрос. А вы за или против обнуления сроков и поправки в Конституцию? И, собственно, да, какие у вас есть мысли на этот счет? Делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подключайтесь к дискуссии в комментариях. Будем рады вам ответить и посмотреть ваше мнение. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик. И, собственно, ждите новых интересных диалогов. До свидания.